Итак, у нас в гостях научный популяризатор Константин Иванов. Доброе утро! Константин молодой специалист в этой области, и хотя образование у него вообще с другой наукой связано, а именно с химией, это не мешает ему разбираться в блокчейне, он обещал нам рассказать об этом. Итак, Константин, коротко об истории, как это появилось, откуда взялось и как давно? Ну, на самом деле, хочется сказать, что давным-давно в далекой-далекой галактике это все появилось. На самом деле, в 2008 году была опубликована небольшая статья... Десять лет назад уже. Ой, уже десять лет назад, уж что-то какое. Некто Сатоши Накамото, никто не знает, кто это, автор один или группа авторов... Ну, скорее всего, японец. Нет, просто есть очень много идей о том, что это может быть заговор какого-то мирового правительства, что это вообще не автор, это было заранее придумано и так далее. Ну, в общем, неважно. Он опубликовал небольшую статью, в которой описал основные принципы архитектуры блокчейн и криптовалюту на ее основе, биткоин. Тут надо сразу сказать, что не стоит путать понятия блокчейн и биткоин. Блокчейн — это технология, которая позволяет хранить данные и передавать их в условиях, когда никто никому не доверяет. А если в качестве этих данных, например, вступают какие-то записи о том, кто кому и сколько денег передал, то это будет криптовалюта, например, биткоин. И настоящая популярность — это система, наверное, сыскала где-то полгода назад, когда курс биткоина взлетел просто до небес. Это было примерно 21 тысяча долларов за монетку, а потом было не менее фееричное падение. И сейчас он стоит около 7 с чем-то тысяч. Скажите, почему так произошло? Почему почти 10 лет все про это забыли? Ну, написал статью и написал. Ну, молодец, круто, интересно. Когда-нибудь это взорвет всех. Все забыли ведь на много лет об этом, а потом вдруг резко взлет. Ну, сейчас общий тренд, наверное, переходит к цифровой экономике. И, видимо, сейчас именно это выстрелило в том, что сейчас нужно как-то работать с цифровыми активами. А деньги, например, криптовалюты — это самая благодатная вещь. И решить все проблемы, связанные с ними, можно, наверное, только технология блокчейн. Потому что как раз это вот эти условия, где никто никому не доверяет. Да, потому что в интернете никто никого не знает, и, значит, никому не может доверять. Эта технология позволяет совершать честные сделки в условиях, когда я не доверяю тебе, ты мне, и мы не можем напрямую обменять товар на деньги. И, помимо этого, технология позволяет гарантировать, что одни и те же деньги не будут выплачены разным людям. То есть я не смогу нажать Ctrl-C, Ctrl-V и вторую монетку отправить кому-то другому. Именно это гарантирует технология блокчейна. Каким образом она это гарантирует? Какие есть подводные камни у этой системы? Вообще вот эта безопасность, как она попадает? Ну, давайте здесь начнем. Наверное, нам нужно будет одно понятие из сферы IT. Это так называемая хэш-функция. Что это такое? На самом деле все просто. Это просто алгоритм, который каким-то начальным данным ставит в соответствие какой-то набор символов. Например, там строчку из буковок или цифрок длиной 10 символов. Например, я печатаю слово «Привет», загоняю в эту хэш-функцию, и она на выход дает там ABC, 123 и что-нибудь еще. Кодирует? Кодирует, да. Таким образом, хэш — это некое отражение начальных данных. То есть он получается из них, но сами данные не отражает. То есть он не говорит, что было изначально. А зачем? Это нужно для того, чтобы обеспечить связанность блоков. Об этом я чуть позже скажу. Давайте для примера просто поймем, что такое хэш-функция. Если я, например, в слове «Привет» все буквы заменю на их порядковый номер в русском алфавите, например, A1, B2, B3 и так далее. Дальше все эти цифры перемножу и получу одно значение. Это будет хэш от слова «Привет». Это будет фильм про разведчиков. Ты чё? Да, примерно. А если я в слове «Привет» что-нибудь поменяю, например, «Привет», скажу, «Медведь», то у нас изменится хэш очень сильно. И в сложных хэш-функциях кардинально изменится. Настолько, что его просто не узнать бывает. И помимо этого, одно важное свойство у хэша, что мы не можем заранее предсказать, как он будет выглядеть. То есть если я, например, хочу, чтобы мой хэш начинался от каких-то данных с двух ноликов в начале, я пробовал, нужно примерно 350-400 попыток, чтобы подобрать такой хэш. Такие данные, точнее, чтобы хэш от которых содержал два нолика в начале. То есть просто перебором это можно делать, больше никак. Предсказать заранее нельзя. И именно эта функция, сейчас мы узнаем, как, гарантирует надежность данных в блокчейне. Но ведь она в итоге-то не раскроет то, что изначально… Она не раскроет, она и не должна раскрывать, она должна обеспечить связность. Давайте, наверное… А как это на примере денег работает? Давайте на простом примере, можно даже не денег. Давайте мы с вами сегодня вечером сходим в бар. Вы как думаете? Хороший вариант. В среду не очень, завтра доработаем. Но гипотетически, допустим, сегодня пятница. Допустим, мы уже сидим в баре, да, уже пятница. Мы позвали официанта. На этой неделе субботу, ну ладно. И тут выясняется, что кроме меня ни у кого денег с собой нет. Вы, например, оставили их в студии сегодня. Я говорю, окей, не беда. Давайте я сегодня за вас заплачу. Мы переведем тебе… Ну, это неинтересно, подожди. Давайте я достану листочек и буду записывать, кому и что я купил сегодня. Например, в Анастасии я купил кофе и так далее. А потом вы со мной расплатитесь по этому листочку, да? Мы должны быть уверены, что в листочке содержатся истинные записи. Мы говорим, хорошо, я достаю ручку и пишу, один купил Анастасии кофе за 50 рублей. Хороший кофейни, расскажете, где это было? Да, конечно. Официант побежал за кофе, а я пока быстренько на калькуляторе нащелкал хэш от этой первой записи. И записал его на полях рядом. Зашифровали. Да. Дальше я делаю вторую запись о том, что два я купил себе какой-нибудь коктейль там за 300 рублей. Дальше я ставлю запятую и к этой записи... А мне? Как мне, так кофе, как себе, так кофе. Ну, а как же? Дальше к этой записи я добавляю хэш от первой. То есть у меня получается вторая запись, хэш от первой. И я вновь считаю хэш от всей этой большой длинной строчки. И снова записываю на полях. Ой, боже. Нет, на самом деле не сложно. Дальше, если мы будем это делать со всеми записями, которые я... Получится супер длинный хэш. Нет, нет, нет. Нет? Хэш — это всегда, например, 10 или 15 символов. А-а-а. Какими бы начальными данными ни были. Просто они всегда меняются. Да, они всегда меняются и меняются кардинально. Вот. Таким образом, к концу вечера у нас есть уставший официант, который задолбался бегать туда-сюда. И сильно-сильно измененный хэш. Нет. Есть очень большой список того, что мы купили. И рядом с каждой записью стоит хэш. Верно? А вот. Теперь диджей меняет музыку. Мы идем танцевать, например, все. А официант подходит к нашему столику с хитрыми глазами и хочет изменить одну из записей. Чтобы побольше получили. Например, что я вам не купил ни кофе, а оставил официанту на чай. Он дописывает и благополучно веселый уходит. Мы возвращаемся и хотим проверить, а никто ли не рылся в моих листочках, в моих записях. Я заново пересчитываю хэши от каждой строчки. От первой считаем. Он сходится с тем, что я написал на полях. Считаю второй — снова сходится. А если третья строчка, которую изменил официант, мы посчитаем от нее хэш, он не сойдется с тем, что у нас был на полях. И мы можем сказать, ааа, что-то здесь нечистое, значит, надо что-то делать. Я в таком случае рву листочек, говорю, ааа, сегодня гуляем за мой счет, и мы идем дальше развлекаться. Но в мыслях думаю, что в этот бар мы больше не пойдем. Вот примерно на такой архитектуре построен блокчейн. То есть у нас есть запись, от нее вычисляется хэш. Дальше ко второй записи добавляется хэш от предыдущей. И вновь вычисляется. Таким образом получается связанный список, где каждая запись ссылается на предыдущую. Дабы избежать мошенничества, чтобы никто не украл твои деньги. Если одна из записей будет поменена, то мы можем найти вот это несоответствие и сказать, что доверять мы этой системе больше не можем. В какой именно системе? Как мы поймем, кому именно мы не можем больше доверять? Нет, всем последующим записям мы не можем доверять. Но у нас был всего один листочек, мы его выкинули, и как бы непонятно, что делать дальше. С такой же проблемой столкнулись и создатели, и придумали на самом деле простое и довольно очевидное решение. А давайте этих списочков будет много. А давайте, давайте только мы еще на рекламу пройдемся и продолжим. Говорим про блокчейн вместе с научным популяризатором Константином Ивановым. Константин, ну, кстати говоря, вы как скажете, лол или очень смешно? Очень смешно, невероятно. Хорошо. Значит, вы в большинстве нашего опроса, который продолжается, между прочим, в группе ВКонтакте Радио 54. Итак, продолжаем разговор. Итак, мы остановились на том, что теперь у нас у каждого пользователя есть такой список, в котором каждая запись ссылается на свою предыдущую. Однако, как добавлять новые записи? Ведь пользователи у нас десятки миллионов в этой системе. Давайте опять просмотрим на примере. Я хочу Анастасии передать один биткоин. По сегодняшнему курсу это примерно 7,5 тысяч. Спасибо, Константин. Я формирую новую строчку, которая называется транзакция. В ней я пишу, что я передаю такую-то сумму такому-то владельцу. Хорошо. Эта транзакция дальше улетает в общее хранилище неподтвержденных транзакций. Там она какое-то время лежит, пока особые люди, которых зовут майнеры, не забирают ее оттуда. Кто такие майнеры? Майнеры это те, кто поддерживает функционирование системы блокчейн. Они добавляют новые блоки в последовательность. У них есть очень мощные компьютеры с нереальным классными видеокартами, которые они выкупили из всех магазинов окрестных. И океаны дешевой электроэнергии. Поэтому каждый майнер в системе из общего хранилища неподтвержденных транзакций выбирает себе определенное их количество. Дальше он формирует новый блок. Все это вручную делается? Нет, конечно же это делают компьютеры тоже. На самом деле это все делается быстро и автоматизировано до нелиза просто. У нас есть набор транзакций и майнер формирует из них новый блок. Блок состоит из названия, дальше идет хэш от предыдущего блока. Это обеспечивает как раз таки связанность. И дальше идут все транзакции, которые выбрал майнер. Казалось бы, все хорошо, блок есть, давайте встраивать. А, кстати, за встраивание блока в систему майнер получает награду небольшую. Ну, точнее, большую иногда, 12,5 биткоинов сейчас. Осталось понять, кому из нескольких миллионов майнеров, поддерживающих систему, стоит достроить блок. И тут действует опять-таки принцип, который известен, наверное, с давних времен, победит у нас сильнейший. То есть тот, у кого есть наиболее мощные компьютеры и видеокарты. Блок на самом деле должен быть не просто, каким мы его сделали, а он должен быть красивым. То есть хэш от него должен содержать 10 ноликов в начале. То есть блокчейн – это наука модная. Это да, наука о красоте, можно сказать так. Как подобрать такой хэш? Довольно сложно, на самом деле очень сложно. Но это опять же не вручную делается. Это опять-таки делается компьютерами, да. И наиболее эффективно с этим справляются видеокарты. То есть, видимо, поэтому это процесс долгий майнинга криптовалюты, потому что пока он подберет нужные... Да, 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 да. В целом системе... Поэтому происходят задержки. В целом системе блокчейн, например, требуется примерно 10 минут, чтобы подобрать такой хэш. Но 10 минут – это недолго. 10 минут по меркам экономики – это очень долго. Да. То есть биткоин ругают за низкую пропускную способность количества транзакций в секунду. Поэтому майнер жжет электричество, подбирает этот нужный хэш. И когда кто-то будет достаточно удачливым, чтобы найти его, он сначала радуется, а потом рассылает свой блок всем пользователям в системе. Он рассылает блок, и вот этот свой красивый хэш. Дальше каждый пользователь проверяет его, что да, действительно, 10 ноликов вначале, блин, а я не успел. И потом встраивает в блокчейн на своем компьютере. Потому что доверять системе можно только себе и больше никому. Таким образом, блокчейн вырос на еще один блок. И дальше все повторяется с начала. Окей. Можно ли как-то обмануть систему, ускорить процесс? Ускорить процесс можно. Оптимизация сложности этого майнинга и времени, которое нужно на один блок, на самом деле, протекает примерно каждые 2000 блоков. Но на других платформах, например, на платформе Ethereum, каждый блок майняется примерно 30 секунд. Они там быстрее делаются. Но, наверное, и стоят дороже. Нет, стоят, наоборот, дешевле как раз. Ну, не об этом, собственно. Оптимизация майнинга происходит каждые 2000 блоков, как я сказал. И ее сложность подстраивается под общее количество доступных мощностей в системе. То есть, чем больше компьютеров, тем сложнее будет майнить. Чем меньше компьютеров, тем я быстрее и с большей вероятностью делаю блок. То есть, 10 лет назад надо было это делать, да? Да, 10 лет назад, если бы я имел 15 биткоинов, я бы уже не знаю, что делал здесь. Смотрите, а что ждет нас в будущем? Вот 10 лет понадобилось для того, чтобы случился бум, скачок валюты. И что будет еще там, не знаю, примерно через 10 лет? Как дальше это будет развиваться, криптобудущее? Многие из известных экономистов считают, что на самом деле за блокчейном действительно будущее. Например, там, Доводский клуб считает, что блокчейн – это одна из 20 технологий, которая определит вид нашего будущего. В принципе, можно практически все… Теоретически все перейдут со своих карт, со своих валют банковских на блокчейн. Потенциально это возможно, да. И не только валюты, экономика и криптовалюты – это только самая простая, самая очевидная возможность применения технологии блокчейна. Можно организовать априори честные выборы на платформе блокчейна. Можно делать контракты, которые будут сами исполняться. То есть это не только для денег? Не только для денег. И даже, наверное, не столько для денег. Надо это так сказать. Можно проводить операции с любыми активами. С идеями, с картинками, с какими-нибудь, с музыкой, с чем угодно. Все, где нужна честность. Все, где нужно хранить данные безопасно и достоверно. Клево. Супер, да. У меня немножко мозг, немножко, правда, закипел. Но все равно намного понятнее стал и принцип, и цели. Главное, что это не только деньги. Блокчейн – это не только деньги. Это технология, которая позволяет хранить данные безопасно и достоверно. Спасибо большое. Спасибо. У нас в гостях был сегодня… Константин Иванов, научный популяризатор. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...